Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на Бабахе FV-215B-183 на карте Руинберг. Очень крутое сражение, крутейшие выстрелы специально для вас. И давайте еще поразмышляем на тему боновых танков, на тему ветеранов и на тему двухорудийных танков. Потому что сейчас это самые важные темы, которые реально требуют некоторых разъяснений, потому что не все понимают, зачем все это нужно, как к этому подготовиться и как срубить максимум халявы. Начнем с танков за Боны. Собственно вы сейчас можете видеть бой на Бабахе и вот как раз эта Бабаха должна быть доступна за Боны. Но именно в Боновом магазине на тесте ее не было, но все-таки разработчики четко в общем-то сказали о том, что будут обязательно танки такие как FV-215B-183, FV-215H и также еще Force 155. То есть эти танки однозначно будут в Боновом магазине. В общем об этом даже не беспокойтесь. Ну естественно Бабаха самый такой приоритетный товар, потому что после нерфа FV-4005 эта Бабаха стала гораздо интереснее, потому что ее-то разработчики собственно и не нерфили. Что конечно делает ее весьма такой имбовой машиной на данный момент. Ну если сравнивать ее с другими подобными танками, которых не так-то и много в нашей игре. Так что стоит в общем-то рассчитывать на то, что эти танки появятся. Ну и также я думаю премиум танки тоже будут. Ну очевидно, что ВГ ну собственно решили, что вот эти вот танки, которые ну там за реферальную программу. Такие вот танки, короче, которые и так уже раздали направо и надево. Их можно и продавать за Боны. Ну а почему нет, все равно игроки их получают там в реферальных программах. И танки такого типа можно и продавать за Боны. Там за ну может быть 8 тысяч Бон все это стоит. Также танки 10 уровня, видимо, которые из АГК, тоже будут продаваться за Боны. Около 15 тысяч Бон потребуется для них. Кстати, если вы хотите выиграть голду в этом видео, то вам достаточно подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте или игровой ник. Пожалуйста, открывайте ЛС, чтобы можно было с вами связаться. А также рекомендую сайт ВотГолд. Данный сайт позволяет вам выиграть самые большие призы. Премиум танки 8 уровня, самые эксклюзивные и очень много золота. Также данный сайт интересен сборкой премтанков по чертежам. Данная функция на подобных сайтах вообще не встречается. То есть это такой вот эксклюзив данного сайта. Ссылка на него в комментариях. Итак, ребята, сейчас вы на ваших экранах танк с двумя орудиями. Это у нас ИС-3 с двумя орудиями, что в общем-то говорит нам о том, что разработчики хотят, ну не то что хотят, а уже 100% решили ввести двухорудийные танки. Даже уже известно с какого танка начнется все это. Хотя я еще месяц или даже больше назад говорил, что начнется все с КВ-3 вероятнее всего. И я в принципе был прав. Так что можно около 65 тысяч опыта докопить на КВ-3 и в дальнейшем быстрее прокачивать двухорудийные танки. А я считаю, что двухорудийные танки очень даже хороши, их нужно прокачивать. Но самое интересное, конечно, двухорудийные ПТ-САУ. Кстати, я так посмотрел в архивах, и там реально есть, ну что добавить в игру. То есть реально разработки двухорудийных ПТ-САУ, они проводились, и этого вполне достаточно, чтобы добавить их в игру. Ну блин, советская техника, чего только там инженеры не придумывали. Я не знаю, только космические корабли, и то их тоже в СССР проектировали. Там все-все, что только можно. Очень гениальные инженеры в то время были. То есть инновационные реально танки придумывались. Но в основном все самое такое простейшее в производство запускали. Потому что, ну, одно дело что-то инновационное запустить, потратить кучу ресурсов. А другое дело реально взять и наклепать три четверых, которые просто поедут и с ворой разорвут все, что угодно. Ну и, собственно, вот еще один танк. Как вы можете видеть, ну, башня у него просто гигантская. У этих двухорудийных танков башни примерно как у, собственно, ну, похоже, как у СТ-1, только еще больше. То есть такие вот головастики с гигантской башней. Просто громадная башня и еще березка у них прикреплена для повышения, так скажем, боевой мощи, наверное. Это у нас СТ-2 с двумя орудиями. Да, и, кстати, кто скажет, блин, а что у него орудие так криво так расположено? На самом деле это специально так сделано, чтобы более эффективно отводить вот эти вот всякие вот газовые дымы. А после выстрела все это должно выводиться таким образом, чтобы не попадать в другое орудие. Поэтому под таким углом, собственно, все это сделано. Так что все логично, не стоит к этому придираться, а то находятся всякие там перфекционисты, которые считают, что нужно все ровненько, чтобы было. Итак, ребята, насчет наград ветеранам я уже говорил, но еще раз повторюсь, потому что много вопросов по этому поводу. Кто вообще такие ветераны? Кто это такие? Вот является ветераном игрок, который, собственно, уже, не знаю, год как не играет и забросил игру, собственно, но зарегистрировался там фиг знает когда. На самом деле, если в прошлом году действительно достаточно было зарегистрироваться там очень-очень давно, и ты считался там первоклассным ветераном, то в этом году разработчики пересмотрят систему награды ветеранов, потому что ветеран все-таки это не только тот, который там зарегистрировался фиг знает когда, хотя и этот компонент, параметр тоже, естественно, будет учитываться. Ветеран это игрок, который, собственно, вовлечен в игру, который проводит много боев, который, ну, наслаждается игрой, ему нравится World of Tanks, он готов или донатить, или просто проводить много времени, то есть, ну, с донатом тут ничего не связано, то есть, ты можешь вообще не донатить в игру, но ты ветераном являешься. Если ты часто играешь, то есть, это сами разработчики сказали, не я это придумал, то есть, на вот этом вот мероприятии, где разработчики отвечали на вопросы, там явно сказали черным по белому, что будут в первую очередь награждаться ветераны, вовлеченные в игру, то есть, а вовлеченный игрок, это активный игрок, кто является активным игроком, то есть, вот сколько нужно играть, чтобы являться активным игроком, чтобы получить в итоге максимум халявы. Ну, я думаю, раз в неделю, это такой средний показатель, мне кажется, что 2-3 раза в неделю достаточно играть, чтобы стать ветераном. Ну, возможно, возможно, если по жесткому сценарию ВГ пойдут, то там вообще потребуется реально очень-очень много боев проводить, то есть, ну, тот, кто прям задрот, тот будет награждаться максимально. Но это вряд ли, скорее всего, достаточно просто будет играть 2-3 раза в неделю. И уже сейчас нужно начинать так играть, потому что в ином случае ты можешь попросту не считаться активным игроком, и при раздаче подарков ветеранам ты попадешь там на последние места, и, собственно, не получишь годные аппараты. А между прочим, в этом году планируется что-то весьма особое для ветеранов. Видно, что разработчики реально хотят привлечь игроков, которые активно играют в игру. Но при этом есть 2 категории игроков, которые разработчикам интересны. Первая категория игроков — это люди, которые активно играют и зарегистрировались очень давно. И вторая категория игроков — это которые ушли из игры, а вообще они не играют в последнее время. И это тоже очень-очень такая вот, ну, важная аудитория для World of Tanks, то есть их нужно тоже вернуть. Поэтому лично мое мнение, тут нужно выбрать какую-то одну из сторон. Или ты вообще не играешь в World of Tanks, но все-таки уже хочешь вернуться, но и возвращаешься тогда, когда будут награды ветеранам. Тогда ты наверняка попадешь под число тех игроков, которых нужно вернуть, и тебя наградят. Или ты вот давно зарегистрировался и очень часто играешь, то есть ты активный игрок. Хуже всего, если вот ты где-то посерединке, то есть ты заходишь раз в месяц, чуть-чуть играешь и все. Хоть ты и зарегистрировался давно, но тем не менее ты не являешься ветераном. Ты по сути, ну, то есть ты как бы ветеран, но не особо активный, не вовлеченный в игру, и при этом ты не тот человек, который вообще не играет в игру. То есть ты не в ту категорию не попадаешь и не в эту категорию не попадаешь. И в таком случае ты наверняка получишь минимум наград. Поэтому лучше играть или часто, или вообще не играть. Вот мое такое мнение чисто субъективное. Какой танк должны давать ветеранам? Тут, скорее всего, один вариант. Это Объект 777, вариант 2. Потому что именно этот танк чаще всего светится и на европейских форумах. То есть его больше всего обсуждают как подарок ветеранам. И плюс, если посмотреть на картинку, которую раньше разработчики засветили, то там по силуэту видно, что это Объект 777, вариант 2. Так что такие вот дела. Надеюсь, все доступно объяснил. Прям разжевал все, чтобы было понятно. Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока.